Ты представляешь, в эфир же должен. Я понял. Нет, нет. Надо просто писать вас, чтобы я посетил. Да, понятно. Всё, вы уже начинаете запись, да? Всё. То есть уже никаких предупреждений не будет больше. Вот, если это получится, то это будет начало большого проекта. Всё, я начинаю. Здравствуйте. Это начало серии философских дискуссий, которые мне хотелось бы объединить названием классическим для русской общественной мысли и даже для русской бытовой мысли. Классическим названием вот эта книга, собственно, это название и носит. Что делать? Дискуссия первая посвящается такой общин, вроде бы общинам, на мой взгляд, очень практической темы, которая касается, вообще-то, жизни и поведения каждого человека. Просто не каждый ощущает, что в повседневной жизни, делая тотальный шаг, он, в общем-то, так или иначе, этим руководствуется. Тема моральная. Существует ли в сегодняшнем русском обществе мораль как некая общая категория, объединяющая какую-то группу людей, то, что, собственно, обществом и называется? Я не знаю, но вопрос, мне кажется, такой-то логичен. Если есть человек, он, как человек, обладает исходным, как говорят философы, трансцендентным чувством совести, поэтому мораль всегда есть, потому что такое внутреннее, глубинное, труднообъяснимое чувство совести, оно присутствует всегда в обществе, пока существует социальная жизнь. Но, с другой стороны, существует мораль, заданная, так, грубо говоря, страхом, правилами общежития. Вот для меня вдруг обнаружилось, я не понимал, мне казалось, что всё-таки основная мораль, это заданная глубинами вот этим чувством совести, божественным чувством, а оказалось, нет. В основном мораль держится на вот этих, на страхе, на страхе быть уличенным в отсутствии морали. В этом смысле, на мой взгляд, мораль наша ниже старого советского государства. Нет, вы уже начали сравнивать. Я пока хотел бы только услышать ответ на вопрос, существует ли в современном русском обществе мораль? Валентина Гавриловна. Мне кажется, что у нас совершенно явно имеется рассогласование ценностных систем, и действует как бы две морали. Одна старая, которую можно выразить словами Достоевского, что я не приму никаких хрустальных дворцов общественных, если будет пролита слеза ребенка. И вторая Столыпина, которая говорила, что общество строится не для всех, а для сильных и трезвых. И будет он опираться на сильных и трезвых. Вот те слои общества, которые не нашли себя в сегодняшнем социальном устройстве, они как бы сожалеют и постоянно негодуют по поводу таких изменений, поскольку не могут отнести себя, по крайней мере, к сильным. Тогда как вторые испытывают серьезное пренебрежение к этим старым общинам, соборным и прочим установкам, и то есть к некоторым особенностям, которые национально вызрели в нашей культуре. Валентин Матышев, да. Я на ваш вопрос бы ответил иначе. Во-первых, я хотел, чтобы мы договорились, что мы не будем путать мораль с нравами, потому что без нравов мы тоже не обойдемся. Да, да, да. Вот что нравы у нас уже есть, и приобрели они неустойчивый такой характер, видимый и четко, так сказать, осознаваемый очень многими и так далее, это факт. Что касается морали новой, я думаю, что ее нет. И вот по какой причине. Дело в том, что мы все время говорим эти 10 лет о том, что у нас идут реформы, у нас идут не реформы, у нас совершена контрреволюция в строгом научном смысле этого слова по отношению к тому, что было до этого. То есть, я имею в виду, к результатам 17-го года. То есть, изменился общественный, политический строй, экономический строй и так далее, и так далее. Это революция. А в революции тот класс или тот субъект, который его возглавляет, и так далее, он всегда приходит со своей моралью. Поэтому, не надо попадаться на эту удочку, пытаться вот сравнивать какую-то мораль, эту, значит, со старой моралью. Можно сравнивать, но в определенных пределах. Проблема заключается в том, это моя точка зрения, что этот субъект, эти группы, эти слои, как угодно, класс, раньше мы любили это понятие, додали, принесли с собой определенные нравы, но какой-то четкой, осознанной, моральной нормой, какой-то системы совокупности принципов поведения, сознания, или добродетелей, тем более, с моей точки зрения, они не принесли. И этим объясняется то, что сейчас происходит в обществе именно с моралью. Отлично. Один нюансы есть? Отец Севолод, вот вы. Я думаю, что нет единого нравственного кодекса, нет единого свода нравственных принципов и предписаний, но все-таки есть мораль в силу того, что, как верует церковь, и как учат многие исследователи этики, в человеке есть некое единравственное чувство. Это то, что исследователи называют естественным законом Nature Law и то, что мы, христиане, называем образом Божиим. Любой, даже самый грешный человек, как верует церковь, имеет некое стремление к нравственной жизни и некое стремление отторгать зло. И это не только личностное качество, это не только то, что есть у меня в душе, в семье, в общении и так далее. Это чувство, это стремление и влияет на общество. Ведь мы знаем по собственному опыту, что даже криминальные сообщества не только из чувства самосохранения, но и по каким-то другим причинам пытаются выработать некие нравственные нормы, некоторые кодексы поведения и так далее. Вот поэтому все-таки, наверное, есть мораль, потому что есть тяга быть нравственным, но, естественно, общество расколот, у него нет единственного и единого свода нравственных принципов. Понятно, спасибо, Петр Олегович. Вот в моем представлении вы, по крайней мере, отчасти являетесь представителем новой морали. Может быть, вы не хотите этого, может быть, даже вам глубоко противно, глубоко противен такой ярлык. Но все-таки, что вы, есть у нас мораль сегодня? Это достаточно узкий круг общения, поэтому мне очень трудно говорить за все общество. Я думаю, что в целом, я согласен с Танейом Гавриловым, и у нас расколот и общество, я думаю, что у нас даже не два, а, можно так сказать, больше социальных групп с разными, в принципе, моральными нормами, с разными правилами поведениями и с разными представлениями о том, что такое хорошо, что такое плохо. Вот, но, безусловно, у каждой группы есть свои достаточно четкие, ясные правила и своя мораль. Павел Садович, вот для первого круга вы... Да. Мне ближе всего точка зрения Валентина Ивановича из всех высказанных здесь, но я бы сформулировал несколько иначе, я бы сказал более резко. Я полагаю, что у нашего общества нет морали вообще. Ни старой, ни новой. Совершенно очевидно, что нет новой морали, поскольку еще ни одна группа не сформировалась, которая могла бы быть носителем своей морали, в том числе группа, которую представляет здесь Петр Олегович. Она еще не сформировалась до конца, и те распри, которые мы там видим, и те разности гигантские в ценностных представлениях внутри этой группы доказывают это. Что же касается морали прошлой, которая была очень сильной, которая существовала до событий, которые Валентина Ивановича, здесь я тоже с ним не очень согласен, называют контрреволюцией, сейчас объясню почему. Вот. Эта мораль исчезла практически, она разрушена до основания, поскольку мы имеем дело действительно с уникальными историческими процессами. Почему я не пользуюсь термином контрреволюция, хотя она по содержанию близко к тому. Дело в том, что и контрреволюция, как и революция, революция тем более здесь не подходит, возглавляется какой-то определенной группой людей, целенаправленно действует. У нас сплошные спонтанные процессы, у нас нет целенаправленного движения. Поэтому я называю совершенно иначе те процессы, которые у нас происходят в обществе. Термин этот мой не привился, я его в 89-м году предложил, это социотрясение. И это не просто образ, это не просто картинка, напоминающая землетрясение, а это, на мой взгляд, очень серьезный, так сказать, алгоритм для анализа того, что случается. Потому что здесь мы имеем в виду не только разрушение всех старых форм, старых зданий, всех старых форм жизни, мы имеем в виду, мы здесь имеем в виду и совершенно новые типы человеческой деятельности в массовом масштабе. Близко наше состояние, с моей точки зрения, к состоянию, которое переживала Англия 200 лет с лишним тому назад, состояние, которое Гоббс описывал в Левиафане, как война всех против всех. Если мы пользуемся этой формулой, войной всех против всех, она исключает представление об общей морали вообще, как таковая. Понятно, отлично. Я даже не ожидал такого замечательного эффекта. Фактически высказаны все возможные варианты. Итак, есть мораль, восходящая к христианским нравственным ценностям, есть мораль, восходящая к советским нравственным ценностям, есть две морали, я так понимаю, старая советская и какая-то новая нарождающаяся. Петр Олегович сказал, что есть несколько моралей. Борис Андреевич, правда, он потом немножко подкорректировал себя, но главное, что он сказал, что нет никакой морали, есть враждующие группы. Но, для того, чтобы нам дальше продвигаться дальше, мне бы хотелось и себе лучше уяснить, я все-таки не обладаю философским образованием и телезрителям и рассказать о том, а что с вами такое мораль? Вот, ну просто определение морали, что это такое? Способность глубинного самоконтроля. Проблема сегодня состоит в том, что мы возвращаемся вот к классовой морали начала становления нового общества. И сейчас уже не найдешь, я помню, некоторых наших, моих коллег-политологов, не буду называть фамилии, которые говорили, Саша, нет морали, есть только реформы, все, что способствует дело реформ, это вы же помните, как Ленин, то, что способствует делу реформ и превращению государственной собственности, то морально. И поймите, прошло 10 лет и этого нет. Почему меня потрясло тогда интервью и статья Петра Олеговича, потому что он как раз представитель вот этой группы, восходящей группы молодых людей, вдруг сказал, мы проводили реформы, но мы не всегда думали о социальных последствиях, мы не всегда с этим считались. Это было ощущение, что эту группу, которую мы воспринимали как новые русские, тоже вдруг осознало, что эти глубинные моральные чувства надо применять не только к себе, но и к всему обществу. И, по-моему, глубокое убеждение уже сейчас начался очень быстрый прогресс в нашем обществе в области морали. Очень быстрый прогресс. Я думаю, что групповая мораль всегда есть модификация общечеловеческой морали. Я считаю, что профессиональная мораль. Это уже не проблема. Это проблема морали тоже. Потому что Валентин Иванович прав, мы дорогие, мы же образованные люди, мы доктора наук. Есть мораль, есть нравственность и есть нравы. Это три совершенно категории. Мораль – это вот божественно-трансцендентное. Нравственность – это правило поведения, которое воспитывается, закрепляется в культуре. Это внешние ограничения. А нравы – это то, о чем вы говорите. Это уже, так сказать, установить... Нет, это нравственности. Можно тоже. С моей точки зрения, нет. Нет, нет. Могут все вступать. Я просто прошу, чтобы мы сами не запутались и телезрители не запутались. Идти этапами. Идти этапами. Почему мы собрались? Если мораль есть, она ведь... Валентина Гавриловна, значит, вот почему мы собрались... Нет, я как-то... Да, совершенно верно. Я пока хочу узнать другие точки зрения насчет... Да, конечно. Да, Петр Олегович, пожалуйста. Ну, мы, видимо, действительно о разных вещах тогда говорим. Я определяю мораль. Я совсем не философ, в отличие от большинства присутствующих. Мораль – это представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Эти представления мне представляются полностью, определяются или во многом определяются социальными условиями. В какое-то время жизни человечества убивать было нормально и не вызывало угрызений совести. Я исконен думать, что вот исконного в глубине человека нет запрета убивать себе подобных. Это было нормально, убивали, не мучились, обманывать, например. И существует сегодня общество, где, так сказать, договорные отношения по-другому устроены. Можно обмануть, ничего страшного, здесь не написано на бумаге. А есть общество, где считается ненормальным. Мне представляется, что вот если взять мораль, как представление о плохом и хорошем, то это дело вполне социальное и оттуда нет со студентами. Вот так мне кажется. Могу ошибаться, конечно. Ну, я просто скажу, что вы говорите, ну, это такие, ну, извините, очевидно, это азбучная истина. Есть понятие племенной морали. И вот почему. Когда можно убивать всех других, но нельзя убивать членов своего племени. своих можно убивать. Был период, когда можно было, тогда это было дикое состояние, когда осознали, что нельзя... Александр Сергеевич, извините. Вот и всё, это же банально. Нет, может быть, это и банально, но в ответ на обвинение в банальности, которое вы кинули, я вам... Значит... Нет, это не... Нет, 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 нет. Это так сказать, это история. Я вам такое обвинение предъявлю. Тогда рушится совершенно ваше утверждение о том, что в нынешнем обществе существует некая мораль. Потому что сегодня то, что мы наблюдаем, можно убивать и родственника, и коллегу по классу, и коллегу по бизнес-группе, и иноплеменника, и гражданина своей. У нас сегодня по совокупности убийств как показателя аморальности у нас фактически нет границ. Значит, нет морали. Нет, ну как? Валентин Иванович, Валентин Иванович, внесите ясность. Это элементарно. Ясность я не собираюсь вносить. Нет, ну что такое мораль? Скажите. Я сейчас скажу, я сейчас скажу. Во-первых, я не совсем, так сказать, доволен тем, как у нас идет разговор. Я понимаю так. Я тоже. Какой бы теоретический вопрос мы ни поднимали, мы должны иметь в виду все время, как два в уме, зачем мы о нем говорим. Вопрос о том, что такое мораль. Мораль это, это классическое определение. Они мне не принадлежат. Это либо совокупность добродетелей, так часто, которая становится образом жизни человека, личности, целого слоя, класса, общества. Или совокупность каких-то нравственных норм, поведения, которые становятся убеждениями, принципами повседневного бытия людей. Вот в этом понимании морали, морали, с моей точки зрения, сегодня морали, вот в этом современном обществе, не как осколки и остатки прежних времен и так далее, не существует. Хотя, я точно знаю, что среди, например, бизнесменов, вот сидит один из них, так сказать, которому, я думаю, согласимся, мог быть очень много моральных, он моральный человек. Моральных людей во все века, с моей точки зрения, было мало. Моральных людей очень мало. Это человек, который не просто поступает правильно, не просто поступает, не нарушая принципов, а который поступает из-за принципов, по убеждениям. И даже если ему что-то грозит, и его, значит, он от этого будет иметь какие-то неприятности, иногда даже угроза жизни, он никогда не усыдывает, потому что он моральный человек. Я предъявляю претензию к моей действительности, к нашей жизни, в том смысле, что тот класс, те группы, те слои населения, куда входят и Пётр Олегович, или там другие, это не имеет значения. И среди которых немало моральных людей, своей морали, то есть совокупности добродетелей, которые стали бы образом жизни, не только их, но и общество, совокупности нравственных норм поведения, которые бы неукоснительно выполнялись бы, независимо от чего, предложить сегодня не могут. Почему? Это вопрос, который мы... Валентин Владимирович, нет, секунду, секунду. Правильно? Понятно, да. Александр Ильич, я просто ещё раз хочу сказать, что, в принципе, я хотел бы, что к концу нашего разговора, вот, по крайней мере, по крайней мере, шесть, да, собравшихся здесь людей, дали какой-то более-менее совокупный ответ на вопрос. Вот, что мне нужно завтра делать? Действовать по морали, и тогда я буду и счастлив, и преуспевать, или какую-то иную формулу поведения избрать? Я хочу, чтобы мы подошли к этому, к ответу на этот вопрос, но через ряд этапов, а не буксуя всё время вокруг одного. Валентина Гавриловна, пожалуйста. Мне кажется, что мораль складывается из общих религиозно-философских оснований, о которых уже говорил Александр Сергеевич. Пока ты держишь за горло другого, другое берёт себя за горло, превращая максимы, поступая так, чтобы максимы твоего поведения могли стать всеобщими, и с какой-то национальной традицией. Вот, к сожалению, мне кажется, что на уровне практической морали у нас произошло разрушение того и другого принципа. Я вспоминаю пьесу Питера Штайна «Гамлет», которая игралась в театре советской армии в очень маленьком зале по очень дорогой цене. Зал был набит буквально новыми русскими. И я вначале никак не могла понять, а что такое? Почему там бесконечные сцены кабаков, там каких-то голых девиц и так далее? И наконец я поняла, что он пытается поставить вот этот кантовский вопрос для новых русских, которые являются слоем наиболее знающим, что пока ты держишь за горло другого, третий хватает за горло себя. Никакой реакции. Никакой. Смех по поводу всяких вот этих современных вставок. Что касается второго национальной традиции, я думаю, главной ее моральной стаи являющей чувство справедливости. Оно сейчас... Русская мете, да? Да, русская моральная традиция. Это чувство справедливости с моей точки зрения как раз отсутствует как бы у тех, кто исчисляет свои моральные нормы вот от Столыпинской тенденции. В этом... Это для нас новая мораль, но в общем это совсем не новая мораль в принципе для Запада. Недавно я прочла такую статью, что девушка из Пуэрта-Рика приехала в Америку, страдая от нищеты и желая рассказать американскому обществу как плохо она живет. Но американцы оказались совершенно не способными отреагировать на существование нищеты, потому что прежде всего у них ее нет этой нищеты. А тогда она стала имитировать болезнь и вот эта болезнь была воспринята с сочувствием. То есть для общества было характерно скорее чувство справедливости по отношению к маргинальным элементам, чем всем, большинству вот это и произошло. Клямкин называл это либерализм без справедливости. Валентина Гавриловна, я хотел бы вот какой пример привести. Вот вы говорите, что как мне показалось, что мораль не меняется. Вот есть представление о справедливости, оно может корректироваться на уровне ощущения того, что такое несправедливость. Если ты рядом с тобой нет нищеты, ты не понимаешь, что это несправедливо. Просто нищету там глаза не видел. А болезни ты знаешь, поскольку пока еще многие болеют. Поэтому на это ты реагируешь. А мне кажется, что все-таки несколько сложнее. Например, когда мы плывем по Рейну и показывают справа и слева замечательные замки, которые там стоят, ведь никто не задумывается о том, что эти замки ставились для того, чтобы брать поборы купцов, которые плыли по Рейну. Сначала это просто брали как бы воровски, потом это превратилось в таможенную службу, и сегодня нарушить таможенный закон пересечения границы по определенным правилам, это и есть не только уголовные преступления, но в общем-то и некое нарушение морали. Ты вступаешь в конфликт с государством по поводу богатства общего, которое ты должен часть от себя отдать, чтобы вот сейчас этим бедным жилось хорошо. Так это что, две разных морали, когда таможни стали государственными учреждениями, и когда таможни были фактически воровскими шайками. Это два... Ну я думаю, что... Или это один и тот же человек? Это один и тот же человек, конечно. Тогда почему так по-разному? Ну потому что изменились условия. Так может быть вот эта новая мораль, от которой сейчас многие страдают, или говорят, что она такая жестокая, может быть это тоже со временем как та таможня первоначально воровская цивилизуется, и мы получим некую действительно новую подходящую для всех мораль... Нет, это вопрос я хотел бы шелупить. Я ведь не сказала, что одно плохо, другое хорошо. Я говорю, что есть две, как базовые, и есть разрушенные структуры, которые называются аномией, то есть нехваткой всякой ценности, ценностной ориентации, именно из преобладания вот этой волевой компоненты над свободой, как организованной социально. Вы знаете, создается впечатление, и пусть философы меня простят, что этическая доктрина появляется тогда, когда одной общественной группе нужно создать свою мораль, которую можно было употребить против другой. В чем причина этих разных моралей? Разница интересов? В чем причина этих разных моралей? Разная паралитическая эксплуатация морали. И здесь нам нужно очень четко представлять себе, что при всем том, что есть, очевидно, действительно, единственное общее для каждого человека нравственное чувство, называйте его естественным за иконным или образом Божиим, частью, вернее, образа Божия, но есть расходящиеся интересы, поэтому всегда будет столкновение не только по политических сил, не только разных мировоззренческих доктрин, но и этических концепций. Именно это мы и наблюдаем. Поэтому, если видим расходящиеся этические концепции, может быть, стоит заглянуть за их ширмой и посмотреть, какие интересы они обслуживают. То есть, можно быть моральным, находясь в классе буржуазии, и может быть моральным, находясь в классе пролетариата, ну, по этой, так сказать, дихотомической схеме, вот, привычной, классической. Ну, тут нарушается первый принцип, не делай другому того, чего ты не хочешь. Нет, но отец Всеволод сказал, что, увы, но это так. Ну, это так. Но можно быть моральным. Родовая мораль, классовая мораль, родовая, племена, племена, семья, групповая. Нет, Петалик, вот все-таки вы утверждали, что, нет, вы же утверждали вот в одной из своих статей, что, я думаю, что почти точно цитирую, что богатому человеку легче быть моральным, чем бедному. Ну, мне кажется, сегодняшняя дискуссия во многом доказывает, что выводы философов во многом определяются их личными пристрастиями и антипатиями. Мне кажется, что во многом не свободные мысли, свободное осуждение, а вот изменяющиеся условия бытия, вот Александр Сидеевичу меньше нравится нынешняя жизнь, ему кажется, что мораль раньше была выше. А мне кажется, наоборот, мне кажется, что сегодня общество значительно моральнее, чем раньше. Мне представляется, мне так представляется. Я считаю, что общество, в котором я работал в Академии наук, тоже, наверное, не было знакомо совсем общество, но общество, которое принимало государственный диссемитизм, борьбу с диссидентами, где стучали в Академических институтах гуманитарного профиля достаточно активно, с дедовщиной в армии и со всем остальным. Мне кажется, это было очень мало моральное общество, совершенно вот с разными моралями, мораль кухни, мораль открытая. Это совершенно было моральное общество, где мы жили. Мне представляется, сегодня ситуация значительно более ясная, более откровенная, и общество в целом более моральное. Более того, я думаю, что вот тот новый класс, о котором вы сейчас говорите, в нем, мне представляется, складывается сегодня совершенно другая, для меня, наиболее разумная и не только эффективная, но и честная, и высокая мораль. Мне представляется, что сегодня отношения внутри частного банка намного честнее, чем отношения внутри Академического института в свое время. Это, безусловно, так. Я не могу себе представить, что кто-то мне, как руководителю банка, написал бы донос на другого сотрудника. Это абсолютно невозможно. Можете поверить. Я трудно могу себе представить, что кто-то там, хотелось бы верить, опять же, в нас берет взятки, в нас в институте, в нас в банке, в отличие от большинства того, что происходит в стране, и так далее. Поэтому я, оказывается, думаю, что, к сожалению, это действительно поделяется, вот у нас не свободная беседа, так как мне больше нравится, мне больше нравится, мне больше нравится новое общество. Поэтому я, так сказать, говорю, это мое представление. Но я действительно думаю, что именно так, и в заключении о вашем вопросе, я действительно думаю, что у богатых, конечно, больше возможностей быть моральными. Богатые свободнее. И главное, что дают деньги, это именно ощущение свободы, и возможности, и возможности, и я склонен думать, что именно поэтому богатые общества в целом, конечно, более моральны. Мне кажется, Петр Олегович, что вы получили в новое время возможность жить выше, чем это общество, а не в обществе. Поэтому судить обо всем обществе вам очень трудно. Взаимно? Нет, взаимно вообще нет. Взаимно, Вася Ильич, взаимно. В стране есть много людей сегодня, в стране 6 миллионов людей пользуются интернетом. В стране сегодня 600 тысяч семей, имеют доходы больше 500 долларов в месяц. Это тоже большая группа. Это много людей. Это много людей. Мне представляется, на самом деле. Я участвовал под руководством Борис Андреевича и Татьяны Ивановны Заславской в статистических обследованиях. Я думаю, что точно так же, как вы не представляете новое общество, я плохо представляю свою страну. Это правда. Но думаю, что это взаимный упрек. Я достаточно хорошо представляю новое общество. И совершенно, так сказать, не имею друзей, какие-то контакты. Я действительно согласна, что имея хорошие материальные условия и моральные ценности, можно сделать гораздо больше, чем без зонах. Я, например, преподаю в высшей школе экономики, где такая публика по совместительству часть моей профессии. И я вижу, что хорошо воспитанные дети из богатых семей очень творчески ориентированы. У меня нет в этом ни малейшем сомнений. Но вот сомнение в том, что жизнь 80% населения страны, вам неизвестно, что вам удалось счастливо избежать участия в этой жизни, у меня есть. Валентин Галя, да. Давайте я начну. Нет, нет, нет. Александр Сергеевич, Валентин Иванович, секунду, секунду, секунду. Я, конечно, не опытный телеведущий, но все-таки я слежу за тем, что у нас происходит. Я специально сказал, правда, не с самого начала, но где-то в начале я сказал, давайте не будем говорить о политике, о реформах. Давайте сегодня поговорим только о проблемах морали. Потому что, ну, ясно, если мы сейчас будем обсуждать, сколько процентов общества в нищете, мы давайте поговорим о том, можно ли, в принципе, будучи богатым человеком и не живя среди нищих, быть более моральным, чем нищий. Вот меня что интересует. Нельзя быть моральным, будучи нищим. Нельзя быть моральным, будучи нищим. Будучи бедным. Нельзя, потому что выживаешь всеми способами. Тогда вы, скажите, Маленький, просто сходите. Мы сходимся, но я как бы говорю об историческом чувстве справедливости, который налагает на этот класс свою моральную ответственность. Моральную. Я не сходил. О чем мы говорим? Я даже, знаете, у меня уже становится неинтересно. Существует ли мораль в сегодняшней российском обществе? Простые, да ну всем открытые истины, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. У нас в Одессе так детей очень простые. Нет, извините. Нет, это не... И ты никогда не поймёшь голодного, а здорового и больного. Это точно всё. Не об этом идёт речь. Да, ну это не сказать, что вы мысли. Да, отвечая на ваш вопрос, который вы поставили, потом забыли о нём. Я не хочу сравнивать мораль сегодняшнего общества, которое с моей точки зрения просто не существует. Не существует. Вот. С моралью той, которая существовала, потому что это и нечестно, и безрезультатно. Это неэффективно, это непродуктивно. Есть миллион книг о искусстве управления, финансами, инвестициями. Вы прекрасные работаете с философскими и другие. Но никто, вот объясните почему, никто не написал сегодня работу, одну и диссертацию о морали этого общества. Почему? Потому что, во-первых, нет потребности в этом. Вот. И, наверное, есть какие-то внутренние, большие препятствия для того, чтобы это сделать. Так что давайте разберёмся в этих вопросах. Не в реформах там, или в революции. Я как раз к этому и предлагаю. Мы фактически всё отвечаем на первый вопрос. Есть ли у нас мораль? Я согласен, что вот что делать написал Чернышевский, это было библией моральной для целого поколения русских людей, в первую очередь русских революционеров. Возник советский период. Возникла советская мораль, трансформировавшаяся. На мой взгляд, очень сильно совпадающая с православной. И возникла такая книга «Как закалялась сталь». Это и... И второе, например... Своё манифест был. Да, своё манифест. Мораль, понимание, чувство. Советская мораль. Не всё в жизни соответствовало. Но каждый знал, что если ты заглянешь, как закалялась сталь, там ты найдёшь даже описание в деталях этих моральных догм, моральных норм и даже как нужно вести себя в конкретных ситуациях. Сейчас действительно не возникло. Вот давайте посмотрим, возникнет ли. Почему не возникает? Это потому, что есть там два класса каких-то. Но два класса были и в ЦАСКОЙ России. И этим наше общество не уникально. Почему не... У меня есть ответ. Я хотел слушать вас. Но поскольку вы мне пока не даёте ответ, я дам свой ответ. Может быть, он неправильный. Вы его тогда опровергнете и скажете правильный. Я считаю, что когда начались реформы и в... Даже уже при Горбачеве... Вы же реформы говорить не будем. Нет, секунду, секунду. Я беру реформы как исторический этап. Как веху, когда началось социотрясение. И так, даже уже при Горбачеве. Но особенно отчётливо это было видно при Ельцине. Когда, кстати, и в правительстве первом Гайдаровском присутствовал Пётр Олегович Авин. Те, кто стал руководить обществом, они постеснялись объявить о новой морали. Которая для меня воплощается одним словом. Обогащайтесь. Они эту мораль как более прогрессивную, более подходящую, ну, как угодно. Они приняли для себя. Но обществу не сказали не потому, что они злые там наверху, они что-то хотели стянуть. А потому, что это расходилось с привычным социалистическим пониманием морали. И отчасти с привычным русским пониманием морали. А в русской традиции быть богатым часто было стыдно. Они постеснялись об этом сказать. Это лозунг. Это разные вещи. Нет, извини. Это ещё здесь нет морали. На самом деле был другой этот лозунг. Лозунг был иначе. Сформулирован. Обогащайтесь любым путём. Он не был сформулирован. Это абсолютно несправедливо. Как это несправедливо? Это несправедливо. Никто не говорил, но это было формулы. Так. Можно ответить. Даже хором, но хором будет плохо слышно. Можно? Я отвечу на этот вопрос. И вам, и вам сразу же. Недавно в одном респектабельном доме на дне рождения, одна респектабельная, неглупая совершенно женщина, вы даже знаете многие из них здесь, но я её называть, конечно, не буду, на вопрос вот тот, который вас всех интересует, как случилось, что вот одни стали богатыми, много имеют, живут хорошо, другие на грани выживания и так далее. Она говорит, а очень просто. Такое время. Кто успел, тот и съел. Ну, всё правильно. Она говорит, она сказала честную вещь, потому что она именно этой морали следует. Она истерпит. А это выпадает из общечеловеческой морали? В конце концов, человек должен выживать, он должен кормить свою семью? Или морально умереть, чтобы твои дети погибли с голода? Да, но в рамках 10 заповедей на горной проповеди, простите меня, не укради. Я вопрос задаю. Не укради. То есть не возьми другое, чужое, не своё, а действительно заработай. Пожалуйста. Не убей никого, а возьми, понимаете, вообще не за чей-то счёт. Когда произошло, я прошу простить, опять, я не о реформах говорю, так? Но когда произошло это массовое ограбление всего населения, до сегодня никто даже не извинился, морально хотя бы, ну, какую-то сатисфакцию дал и так далее. Никто не объяснил, как это получилось так, что они при этом нажились и так далее. И хомо сапиенс превратился в хомо хаппинс, так сказать, хапающего человека. И так, как это случилось? Вот, вы смотрите, что было, смотрите, что произошло. То, что называлось спекуляцией, теперь называется бизнесом. Правильно, как то, что называлось воровством, при пересечении, стал называться таможней государственной. Совершенно верно. То, что, понимаете, всё наоборот сейчас, всё наоборот. Мораль, вот я хочу, значит, на алтарь, как говорится, нашей общей дискуссии бросить следующую мысль. Нравственность начинается не с разрешений, она начинается с запретов. Категорически, прошу. Понятно, я так. А не с разрешения, сейчас вы, отец Владислав, мне ответите. С разрешения. Всеволод. Всеволод. Она начинается именно с запрета. Человек начал превращаться, первобытно это существо, в человека, с того момента, когда был запрет на людоедство, в рамках сначала своего племени и так далее, на инцест и так далее, и так далее. Мы решили, что мораль, которая строится сегодня в современном обществе, это разрешить всё. Отсюда появилась свобода безответственности. Мы все, кто принадлежащий к этому обществу. Мы власти. Ну, власти. Права человека без обязанности. Понятно. И так далее. Мы с понятным. Так, отец Всеволод возражает или говорит, что-то говорит, и мы все по кругу, и потом я перейду к другим вопросам, потому что мы немножко буксуем. Да, отец Всеволод. Насчёт запретов. Очевидно, беда и со советского, и постсоветского общества именно в том, что мораль воспринимается только как система запретов. Почти только как система запретов. Вот Виталий Тович сказал о том, что могли бы здесь, здесь делать власти. Объявляя курс реформ, они не должны были сказать, обогащайся, они должны были сказать, чего не надо делать, в частности, они могли сказать, что нельзя критиковать курс реформ, и это бы все поняли, и этому бы все подчинились. Это было бы знакомо, узнаваемо, как моральный императив. На самом деле, если отличать бедхозаветную этику и так называемую общечеловеческую этику от этики именно хри-хри-христианской, то хри-христианская этика учат о том, что всё-таки основание е-нравственности не во внешних сдерживающих нормах, а во внутреннем преображении человека. Мало того, христианство утверждает, что вот этот внешний нравственный знаком мёртв, он бесплоден, он бесперспективен, и точно так же он оказался мёртв в советской системе. Советская власть воспитала людей в том, что они должны быть нравственными или как бы нравственными, иначе их к этому принудит аппарат по давлению, люди к этому привыкли, они были нравственными в рамках этой клетки. Как только исчезла клетка, пошёл моральный беспредел. Когда я говорю, что морали нет, моральные люди есть, и их много, и их много, потому что учительница, которая несмотря на то, что не платят, она учит детей, а врач продолжает лечить людей и так далее. Это та самая интеллигенция, но и средняя независимая, она ведёт себя вполне морально в этой неаморальной ситуации. И вот надежда именно на то, что эти люди сохраняются, но им надо помочь. А я утверждаю, что каждый человек в определённой ситуации бывает морален, а в другой аморален. И мораль разлита в обществе в целом. Нельзя сказать, что Пётр Олегович, как бизнесмен, только аморален. Или наоборот. Он всё не поморален. Конечно, из хаоса рождается гармония, и вот из того, что мы говорили, тоже... Но может не родиться. Но может не родиться, да. Поэтому я вас и предупреждал, не сбивайтесь на реформы, не сбивайтесь на политику. Но, коль скоро вы постоянно на них сбивались... Это невозможно, Виталий Ильич. Коль скоро вы постоянно на них сбивались, я вам, всем здесь присутствующим, задаю совершенно прямые вопросы. Итак, морален ли Михаил Сергеевич Горбачёв? Вот, как президент. По-своему, да, у него своя мораль. В соответствии с него мораль. По-своему, в смысле, как с русской соотносится, вот с общественной моралью? Сложно. Сложно. Это пойдёт после, в любом случае, это пойдёт после 70-летия его. Валентина Гавриловна. Я думаю, что Михаил Сергеевич сохранял все принципы моральные, но благими намерениями, нередко вымышлено на дорогу в ад. Я думаю, что он обладал, как человек от природы, развитым моральным чувством. И его трагедия состоит в том, что он не сумел сочетать интересы выживания государства со своим моральным чувством. И он проиграл по этому государству. Но именно потому, что у него было развито моральное чувство. Валентина Гавриловна. Я могу на этот вопрос ответить абсолютно чётко. Да, для меня он абсолютно нормальный моральный человек. Потому что то, чего он добивался, никак не было связано с целями возвышения, получения каких-то выгод и так далее. Если бы он хотел бы это, он ничего бы не начинал. И был бы... Кто-то, Валентина Гавриловна. Я согласен, думаю, что Гребачёв высоко моральный человек с ясными принципами, с ясным представлением о том, что плохо, что хорошо. И именно поэтому он достиг, на мой взгляд, выдающихся результатов. Борис Николаевич. Согласен с предыдущим оратором. Борис Николаевич Ельцин. Тот же самый вопрос. Морален ли Борис Николаевич Ельцин? Для себя, да. То есть то же самое. Значит, для себя. То есть у него есть определенный свод по поведенческих норм, норм морали, которые для его эпохи, для его круг-круг-круг людей был, естественно, полезен и праведен, но относится ли это с общечеловеческой моралью и с той моралью, которую я исповедую, или вы исповедуете? Для меня глубоко аморальный, и я говорила это и при его правлении, аморальный тем, что он не имел ясных задач, и своеволие, которое воцарилось вместо демократии в нашем обществе, было следствием его, или тождественным, точнее сказать, его собственным своеволием. Александр Сергеевич. С моей точки зрения, он аморален, потому что он управлял обществом, благодаря тому, что стимулировал аморальное поведение, стимулировал криминал и удерживал свою власть при помощи хитрой системы сдержек различного рода криминала. В этом смысле он аморален. Всякая деятельность, неразрушительное начало, любая деятельность любого человека превалирует над созидательным и так далее, является неаморальной или аморальной. И к этому близок был Тарас Николаевич. Я не согласен. На мой взгляд, у Ельцина точно так же, как у Горбачева, были глубокие, некоторые глубокие принципы, он ими следовал. И именно поэтому он тоже, как мне кажется, застиг серьезных результатов, и то, что мы 10 лет прошли мирно, это и во многом его заслуга. И более того, я склонен думать, что через 200 или 300 лет они будут смотреться в истории как два близнеца брата, очень похожие и выполняющие одинаковые задачи. Борис Андреевич. Я полагаю, вы человеком абсолютно аморальным, хотя думаю, что это не самая главная его беда. Понятно. Я могу еще одну фразу. Одну фразу. Ельцин так морален, как бывает моральная русская вольница, как бывает моральная русская смута. Тоже принципы. Так, хорошо. А Горбачев большой идеалист. Его принципы могут иметь значение в будущем больше, чем все. Мы не закончили. Мы здесь все достаточно смелые, я бы даже позволил сказать, глубокие люди, чтобы ответить на третий вопрос. Я тоже на него отвечу. А Владимир Владимирович Путин морален ли? Опять же, в рамках тех принципов, которые он споведует. Это универсальный ответ. Дело в том, что все эти три человека не могут быть названы абсолютно моральными или абсолютно аморальными. Каждый из них морален по-своему, если говорить. По шкале там плюс-минус, плюс-минус. Нету этой шкалы. Есть разные образы мысли. А моральная, есть абсолютно моральная. Есть разные образы мысли. Для Путина, очевидно, главное это выживание государства. Это спасение его сегодня в очень сложных обстоятельствах. Но есть ценности даже выше этого. Есть ценности выше человеческой жизни. Есть ценности выше жизни социума. Вот в этом отношении можно оценивать его моральность. Владимир Владимирович Путин, бывший разведчик. Это я для зрителей. Я надеюсь на это. Но я пока не могу составить впечатление. И оно будет зависеть от того, насколько то, что он говорит, в плане одного из тех моральных принципов, которые я считаю, в национальном справедливости, действительно соответствует его намерениям. Вот о действующем президенте все говорят... Нет, здесь совершенно другое дело. С моей точки зрения, это моральная личность. У него есть моральное чувство. И у него есть то моральное чувство, которое крайне нужно сейчас России. Он признает за другими людьми иметь право блага, благо государства, благо спокойствия. Он хочет, чтобы другие были счастливы. В этом по высшим критериям он морально. Для меня это несомненно. Смотри, человек, который ведь его критиковал. Но процесс привел его к другой оценке. Я хочу знать, что это не только слова, что это дела. Тогда я соглашусь. Валентин Иванович. До недавнего времени никаких сомнений о моральности Путина у меня не было. Никаких. Но как только я увидел, как он легко согласился и пошел, даже не задумавшись на то, чтобы сделать одинаковый подоходный налог в 13% для тех, кто получает 350, 400 или 1500 рублей, как профессорал. Это чистая технология экономичная. Как только он это сделал, и тех, кто получает тысячи и больше долларов, это для меня был сигнал, что он может поступать и не морально. И я увидел, как он малость переговорит о диктатуре закона. Это меня тоже вызывает какое-то опасение, что за этим могут что-то последовать. А пока никаких других признаков о моральности я не видел. Это так. Я думаю, что Путин человек с достаточно ясными и четкими принципами, с развитым моральным чувством, как сказал Александр Сергеевич, с развитым чувством и семейных ценностей, и общечеловеческих ценностей. Думаю, что он моральный человек. Я могу так сказать, что нет у меня никаких оснований считать его аморальным человеком, или не аморальным человеком. Никаких оснований пока нет. Я отвечу на этот вопрос. Да, на все три просто у меня в неком сравнении. Значит, для меня совершенно очевидно, что из данной тройки есть два человека, которые могут рассматриваться как моральный, Горбачев и Путин, хотя Путина мы еще до конца не знаем, потому что мы что-то еще увидим. И Ельцин я рассматриваю вне морали, или как аморального. Почему? Потому что просто на одном примере Михаил Горбачев именно в силу неких моральных принципов, помимо всего прочего, не смог отказаться от этого социализма. Хотя это ему мешало даже выжить. Да, я понимаю. Ельцин отказался от одного, от социализма в пользу капитализма, от привилегий в пользу борьбы за привилегием, то он вернул привилегии, понятно, это вне морали. Путин, на мой взгляд, морален по-другому, потому что он не стесняется того, чего стеснялся Ельцин, о чем говорить. Он не стесняется отрабатывать вот эти государственные мотивы, он не стесняется говорить о жестокости современного мира. Это, я бы сказал, моральность Горбачева идеалистична, моральность Путина пока, по крайней мере, прагматична. Хотя Путин еще свой путь не завершил. То есть я бы пока поставил так, самый моральный из этих фигур Горбачев на сегодняшний день, следующий Путин, ну а Ельцин, так сказать, за чертой, но третьим. Ну что, друзья, спасибо, спасибо всем, кто участвовал в этой передаче, в первой передаче из нашей серии «Что делать?». В дальнейших передачах мы вновь и вновь будем пытаться ответить на этот вопрос, касательно разных сфер нашей жизни. Вопрос проклятый, Россия над ним мучается на протяжении последних 100, может быть, 150-200 лет. И Бог велел и нам еще помучаться. До новых встреч!